В ходе рабочей поездки в Шую губернатор региона Станислав Воскресенский посетил шуйский филиал Ивановского медицинского колледжа. Здесь учатся более 600 будущих медиков. Кроме того, немало студентов обучаются дистанционно. Такая возможность теперь есть и для получения базового образования, и на последипломное для специалистов со средним медицинским. Об этом главе региона было интересно послушать. Персональные блоги преподавателей, созданных на платформе официального сайта колледжа, повышают общий уровень учебного процесса, усиливают мотивацию обучения и познавательную активность учащихся. Что такое блог преподавателей? Персональный блог преподавателя, то есть у каждого преподавателя есть свой личный доступ, и посредством общения со студентами он выкладывает какую-то информацию, и затем происходит вот такое вот обучение, взаимосвязь между преподавателем и студентом. Еще одно ноу-хау в сфере среднего профессионального образования, которое уже активно используют в колледже, это научный электронный журнал. Разместить свой труд на виртуальном ресурсе может каждый. Публикуются там даже учащиеся из других регионов. Все это способствует популяризации научной деятельности среди преподавателей и студентов. И это еще далеко не все, чем гордится колледж. Мы показали площадку, которую мы разместили на портале непрерывного медицинского образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, при помощи которой наши специалисты, которые уже имеют среднее медицинское образование, могут повышать свой профессиональный уровень. Также мы показали наши кабинеты, отремонтированные кабинеты, показали наш музей, который мы будем открывать 9 мая и приурочим к нашей великой победе. В заключении визита губернатор встретился с медиками-волонтерами. При училище уже более 10 лет работают три волонтерские организации. Со студентами-эльтруистами губернатор решил посоветоваться. Какая поддержка нужна молодым специалистам, чтобы они оставались работать в регионе. Но это совещание прошло уже в закрытом режиме. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.